здравствуйте сегодня мы поговорим о том почему мутнеет вода в аквариуме о причинах и как с этим бороться итак начнем с причин из-за которых особо волноваться не стоит а потом перейдем к более сложным проблемам новый аквариум в новом аквариуме мутнеет вода это нормально это может продолжаться несколько дней два три четыре менять целиком воду не стоит само пройдет первый месяц только подливаем воду рыб сразу не пускаем сначала грунт растение улитки а потом недельку через две пускаем рыб не торопитесь и все будет нормально еще вода может помутнеть после слишком большой смены этой самой воды подмены ну например обычно меняли 25 процентов а тут вдруг одну треть обычно все это вся эта муть проходит также на второй или третий день никогда не менять в аквариуме воду целиком только подменивайте ее еще одна причина мути это большие крупные рыбы например могут очень сильно мутить воду сомики например они постоянно роются в грунте поднимают муть и золотые рыбки еще вот это эти да эти очень неслабо мутят вода не тоже постоянно копается что-то там выискивают них есть такая привычка опуститься на дно поднять грунт вверх пожевать выплюнуть и разглядывать что там такого интересного есть корма не так ищут ну и черепахи например если у вас там еще не стоит конечно и заводить вместе с рыбами лучше отдельно если уж вы все-таки завели таких рыб ставьте фильтр помощнее и придется почаще его промывать еще во время заливки новой воды в аквариум во время подмена тоже можно поднять муть слишком сильно жахнули попали на грунт поднялась муть ничего страшного отфильтруется решить эту проблему просто просто положите на поверхность воды например какую-нибудь пластиковую крышку которая не тонет или эти воду на нее чтобы не попасть на грунт или пленку можно положить ну вот лучше пластиковую крышку еще причина по которой может появиться муть это после чистки стекол если они слишком взросли вы их почистили естественно появилась муть эти вот водоросли которые вы чистили мутят воду тоже не страшно это все отфильтруется или могут рыбки съесть все это дело меченосцы например или какие-нибудь водоросли еды они все это едят гуппи также всю эту муть могут просто поесть для них это корм еще вода может помутнеть из-за некачественных декораций которые вы купили в аквариум посмотрите не растворяется ли они в воде бывает а такое может с них краска облазить даже если вы это увидели убираете сразу еще вода может испортиться появится муть из-за плохо обработанной коряги она даже может начать гнить если вы заметили там вам посмотрите внимательно тоже уберите выбросьте или из-за коряги может вода немного цвет изменить немного коричневатой стать но это уже не страшно еще причина помутнение воды то что вы не уследили и фильтр плохо справляется со своими обязанностями просто забился не работает вот вода и помутнела определить забился фильтр или нет можно по слабому течению воды из него а как определить что она слабая после последней промывки запоминаем как из него текла вода и сравниваем если слабо значит забился тут все просто фильтр надо помыть мы его промыли и он опять начнет работать бывает так что весь фильтр мыть ты не нужно просто посмотрите внимательно на отверстие для забора воды в фильтре не забились ли они может просто снаружи мох прилип листья там какие-нибудь от растения уберите все иногда бывает так что фильтр просто слабый тогда поставьте помощнее желательно чтобы фильтр фильтровал 34 объема вашего аквариума за один час тогда будет нормально если мелкая муть в аквариуме поставьте фильтр с активированным углем еще вода может замутнеть из-за плохо промытого нового грунта который сыпят в аквариум в новый или вы решили досыпать грунт уже тот аквариум который у вас стоит но это обычно все отфильтровывается или оседает назад в грунт особого вреда не наносит но грунт все же лучше промывать как можно надежнее под проточной теплой водой и не особо надеетесь если на пакете с грунтом из магазина написано что он промытый бывает пишут лучше проверяйте высыпать в какую-нибудь емкость и сами промойте если видите что вода чистая тогда высыпаете нет мойте малыша там напишут теперь к другим проблемам немного посерьезнее это первая проблема перенаселение аквариума этим обычно страдают новички хочется все сразу в итоге рыб много и водоем не справляется с органикой которые поступает от рыб сама система не успеваете это перерабатывать тут все просто уберите лишних рыб из аквариума лишних улиток слишком много улиток это тоже много органики здесь уж они прям толпами ползать по стеклам стоит убрать и прежде чем покупать себе какую-то рыбку какой-нибудь животные в аквариум рак и не неважно узнаете какой объем воды нужен этой зверюги для нормального существования еще одна проблема мути откуда она может появиться этот перекорм рыбок много лишнего корма сыпем в аквариум это очень постоянная проблема рыбки же нам кажется все время такими голодными и так бросаются на корм надо сыпать больше не надо решаем эту проблему правильным кормлением сыпьте корм для рыбок маленькими порциями чтобы рыбки его съедали он не падал на дно и куда-то не забивался в углы под какие-то растения если внизу нет самов которые будут его подъедать он этот корм просто будет гнить в грунте и мутить воду тут помочь могут и улитки лишь бы самих улиток не был слишком много то они не столько почистить сколько нагадят еще вода мутнеет из-за того что грунт в аквариуме уже старый грязный за или най определить это можно например по переднему стеклу там где грунт на него наползает его видно если уж там не видно прям отдельных камушков уже сплошная коричневая жижа то явно уже все можно еще сунуть грунт палочку и немного пошевырять и если поднимается пузыри от грунта то он уже гниет тут спасает прочистка грунта сифоном вставляйте его в грунт через шланг снаружи стекает вода с грязью ведро например а камешки остаются постепенно втыкаете сифон в грунт в одном месте в другом в третьем и промываете его главное следить чтобы не больше двадцати пяти там тридцати процентов воды сливалась а то перестарайтесь и из одной беды в другую попадете еще вода может помутнеть позеленеть от лишнего света поставили он пример аквариум около кошка солнышко попадает всех она смотрите что световой день был не больше двенадцати часов иногда даже десяти достаточно иногда и 8 и тогда я думаю у вас все будет хорошо вы от этой проблемы избавитесь также вода может помутнеть или изменить свой свет во время лечения рыб обычно фильтр на это время отключают ну тут ничего страшного когда лечение закончится включите фильтр и муть пропадет подмените водичку в этом случае фильтры лучше иметь активированный уголь также с мутью в аквариуме можно бороться химическими препаратами когда уже край уже все не знаете что делать но тут самое главное будьте внимательны с дозировкой препарата то все погубите напрочь вообще лучше не долить чем перелить этой химии ну и напоследок запомните главное в аквариуме это правильный уход самый простое это убирайте грязь с поверхности грунта во время подмена воды если грязь там есть что может и просто нет убирайте старые листья растений видели старый желтый лист убирайте его выбрасывайте а то они начнут гнить опять муть будет появляться не сразу но будет подменивать и воду раз в неделю 25 процентов там неважно чистая на вас к кристально чистой подменивайте хуже не будет будет только лучше тем самым вы уберете лишнюю органику из аквариума и добавите свежей чистой воды это для растений очень полезно мы для рыб тоже вот наверное пока и все вроде все рассказал ничего опять не забыл если есть какие вопросы можете что-то добавить пишите в комментариях все будут этому только рады ну а пока до свидания всем всего хорошего до новых встреч в новых видео на моем канале